Значит, ну так скажем, у меня в гостях сегодня Наталья. Она является психологом. Ну и, Наташ, там столько у тебя этих, вот я их всех не могу запомнить, даже обучаясь. Чемодан. Рыгалий, чемодан, дипломов, сертификатов. Известный психолог. Ну, расскажи, по крайней мере, про себя, кто ты, что ты, как ты, чтобы люди знали, видели, не только те, которые сейчас смотрят, но и те, которые будут смотреть в записи, чтобы понимали, кто, зачем, ну, чтобы обращались к тебе тоже. Здесь, в общем-то, смысл вот всего нашего эфира. Наверное, чтобы люди узнали о тебе, о курсе и, в общем, приходили. Давай, пожалуйста, начинай, расскажи все, что ты считаешь нужным про себя, о себе. Немного. Я психолог, клинический психолог, теперь уже ученик шамана. То есть у меня базовое классическое образование, причем у меня их несколько, прям настоящее-настоящее образование, это не сертификаты там недельных курсов. Я клинический психолог, это психолог с медицинским уклоном. Много занималась гипнозом у меня, много разных подтверждающих дипломов, по различных школ, американских и российских, и всяких разных. А теперь вот я решила попробовать шаманские практики. Ну и, наверное, сначала расскажу свой отзыв, да, Дмитрий, как прошло мое обучение у вас. Да, конечно. А зачем вообще пришла? Зачем это вот? Зачем тебе это было? Ты классический вот, а тут... Ну, я уже давно в процессе своей работы пришла к тому, что есть что-то большее, нежели то, что дает обычная наука. А надо понимать, что корни-то психологии все равно идут из эзотерических практик, из шаманизма, из каких-то там религиозных, но, опять же, шаманизм был древнее, да. То есть по факту психология стоит на плечах, или, скажем так, при тече ее были все-таки вот эти вот древние шаманские практики, да, назовем их там знахарские, шаманские, какие-то еще. И я поняла в процессе своей работы, что есть какие-то вещи, которые с точки зрения науки я объяснить не могу. И мне было... Мне нужны были еще инструменты, с помощью которых я могу этим пользоваться или работать, да. Хотя я не очень верю ни в какие там порчи, сглазы, подселения и все остальное, да, но практика показывает, что это есть. Если я не знаю китайского, то это не значит, что китайцев не существует, да, то же самое и здесь. Я поняла, что эти вещи есть, и это действительно все, что в фильмах показывают каких-то там... Там, конечно, это показано гротескно и очень сильно преувеличено, но в реальной жизни такое существует. И с этим сталкиваются и люди, и я сама. И я решила, ну, собственно говоря, Дмитрия притекла, чтобы получить еще один инструмент, погрузиться в эту тему глубже. Я уже изучала работу с энергиями. Ну, собственно, работа с энергиями – это работа с энергиями, это немножко другое, да. Меня интересовали именно вот ваши знания, как можно лечить, как можно избавлять от того, что людей мучает, да. То, что невозможно сделать гипнозом или психологическими практиками. Ну, собственно говоря, я нашла то, что получила, то, что хотела. Больше того, это, наверное, даже больше, чем я хотела, потому что с помощью ваших практик можно увидеть зарождающиеся болезни в организме, которые еще даже не проявились, да, или можно найти причину болезней. Ну, увидеть то, что увидеть, ну, увидеть, точнее, того, кто или что человека мучает, да. Вот мы говорим про всякие там, ну, не знаю, это могут быть там какие-то подселения, опять же, да, какие-то энергоинформационные поражения. И, ну, достаточно большой, я, скажем так, открыла для себя достаточно большой пласт знаний. Знаний, которые теперь можно применять. И я, кстати, тоже вот запускаю, в ближайшем сейчас я определяюсь площадкой, запускаю свой курс. У меня курс по отношениям называется «Новая я. Жизнь после предательства или измены». И я обязательно включу эти знания уже в свою работу, потому что это не... Ну, вот еще раз повторюсь, это помогает не только увидеть какие-то вещи, да, но даже можно увидеть заболевания, которые еще не проявились. Я считаю, что это очень полезно, потому что я сторонник превентивных мер, то есть лучше предупредить или, скажем так, поймать в зародыши, нежели потом уже лечить и таблетки горстями лопать. Вот, поэтому спасибо, Дмитрий, за обучение, за науку, за знания. Это было действительно очень полезно. Какие-то моменты пересекаются с психологией, да, но опять же повторюсь, я уже давно поняла, что психология корнями-то растет не из науки, а из древних знаний. Поэтому что-то было для меня очень понятное, близкое и знакомое. А что-то было действительно очень новое. Ну и параллельно своих тараканов тоже немножко поправила, погоняла, познакомила со своими хранителями, духами. Это, ну, это важно. Научилась получать информацию еще одним способом. Ну, пока одним, я надеюсь, что еще откроются остальные. И, ну, это интересно. На самом деле это очень интересно, познавательно и глубоко. Это круто. Вот, это моя такая обратная связь по вашему курсу. Поэтому, да, команда замечательная, ребята, даже больше, я бы сказала, даже больше, потому что, ну, понимание глубже пришло, вот какое-то такое. Я шла, на самом деле, немножко со скептическим таким настроением, потому что, ну, я привыкла учиться у профессоров, да, такие важные, ну, там, условно говоря, дядьки. Это кафедры, это какие-то там крутые вузы. Это все там подтверждено дипломами и сертификатами. Это все научно доказано. Ну, то есть, я такой достаточно, наверное, склонный больше к науке человек. И думаю, ну, посмотрю, ну, может быть, там что-то новое и узнаю, да. Но оказалось, что я узнала очень много нового, гораздо больше того, чем я, чего и ожидала. Это было здорово.